Здравствуйте дорогие друзья! У нас сегодня интересная ситуация Я нечаянно смотрю Видишь как бывает? Да, видишь Тихо, 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 что вы делаете? Секундочку, почему вы делаете? Что вы делаете? Почему вы снимали? Секундочку, не надо! Вот камеру не надо трогать Ну ты после потолки не-не-не, ну хватит вам, вы ж просили нас застаться с вами Пожалуйста, уведите себя прилично Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба досмотреть этот сюжет до конца Это очень важно Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан Поставить палец вверх, написать комментарий Желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня интересная ситуация И это видео будет полезно всем автомобилистам, которые когда-нибудь попадали в ДТП Или попадут в дорожно-транспортное происшествие Михаил, расскажи, пожалуйста, что у тебя случилось? Получается, 26-го числа я попал в ДТП, где я был не виноват 29-го, ну, сейчас приехали комиссары, оформили ДТП 29-го числа я попросили приехать, составить договор сессии Угу Это переуступка прав требования на построковному случаю? Значит, договор получается, они по договору должны были не выплатить в самом начале 50% от суммы Сумму никто не обозначил Все ее скрывали То есть в договоре не было прописано этого? Все скрывали максимально сумму В итоге, получается, прошло уже сколько? Ну, больше четырех месяцев уже прошло Сказали, что выплата произошла 67 тысяч 900 рублей По моему случаю Обещали серию Ну, как-нибудь небольшая Но, говорит, выплатить не всю сумму Сначала сказали, выплатят 50% В итоге потом сказали, что 70% Когда я приехал уже разбираться, мне сказали, давай Мы тебе сейчас выплатим 50 тысяч рублей наличкой Изо всех их ожиданий И, говорит, закрою вопрос Семнадцать тысяч? Семнадцать тысяч Они в Сибири же доставят Да, в Сибири же доставят Ну, так как у них какие-то там расходы были Но нам, на самом деле, все равно, какие у них расходы Положено получить 67 тысяч Значит, что они должны получить? Мы сейчас идем, подаем уведомления о расторжении договора о сессии Ну, и, соответственно, посмотрим, что из этого выйдет Пошли Здравствуйте А как бы нам увидеть тут Бориса Геннадьевича и Александра Васильевича? Кто-нибудь из них Когда они в срок уходят? Вы сейчас нет в данный момент Нет Тогда вы, наверное, может быть, это уменьшено Я вам не отвечу на ваши вопросы Не, не, нам не нужен вопрос Тогда примите уведомление Сможете? Сейчас я подойду к себе Да, конечно Пойдем, пройдемся, может быть, я с ним Давай здесь поставим, да, да, пожалуйста Давай 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 Здравствуйте А как бы нам увидеть Борис Геннадьевича или Александра Васильевича? Я взрываю, Олег Весок, весок Ну, сходите Вы за что могу? Выходите Куда вы у нас провожаете? Ваши клиенты Вы можете принять уведомление о расслаблении? Я не разрешаю себе снимать Давайте мне Это хорошо, что вы себя не разрешаете снимать Вы себя не снимаете Давайте Покажите, пожалуйста, вы можете принять уведомление? Да, могу Кто такой есть? Вот Подойдите, пожалуйста Вот и посетит Михаил То, что вам Вот Покажет Выбирайте, и он не отдаст Давай Покажите, мы не будем здесь договариваться на стене Ну, значит, выходите Почему? Я конкретно себе не разрешаю снимать Ну, мы вашу просьбу отклоняем, хорошо? Вы кто такой, чтобы отклонять мою просьбу? Я, гражданин Я могу либо удовлетворить ее, либо отказать удовлетворение, верно? Выводите из кабинета Послушайте, нам необходимо либо пообщаться, либо чтобы вы приняли это уведомление Я приму у вас уведомление Выходите, там выключите Мы здесь будем находиться Ожиданно Мы будем находиться в кабинете Вот, смотрите Это одна И вторая У вас варианта два, на самом деле У вас два варианта Либо сейчас рассчитаться полностью сумму, которую выплатила страховая компания Человеку А там порядка какая сумма? 67 900 67 900 Либо второй вариант Мы рассоргаем в одностороннем порядке Удавляя вас о договоре сессии Да, вот здесь второе условие Посмотрите Посмотрите, таким образом Посмотрите, я просто вам расскажу Порядок Первый случай вам будет более выгоден А второй, что вам придется вернуть деньги с такими компаниями Тише, тише, что вы делаете? Тихо, тихо, тихо Секунду, тихо, почему? Что вы делаете? Почему вы снимаете? Вы что это сделали? Вы что вы снимаете? Ломали? Аккуратно, пожалуйста Тихо, 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 тихо Не надо никуда меня выталкивать Вы что делаете? Зачем вы так делаете? Не, нам здесь хорошо Хватит Успокойся Что вы делаете? Бленду сломали, представляешь? Да? Да, вон Вот вы красивые ребята Это вот прям лучшая подстава Как вы снимаете? Подстава вы снимаете? Вы сразу с деньгами рассчитаетесь? Либо все-таки вам придется В торговую компанию вернуть Я у вас какие-то деньги брала или что? Нет, нет, нет Вот вторников непосредственно А почему вы у меня спрашиваете? Я вторников Скажите, пожалуйста Мы где находимся? В офисе Это организация, где заключен был договор? В каком офисе? Вот здесь конкретно Вы же здесь подписываете договор? В каком офисе? Здесь одна и та же вывеска Я вообще не понимаю, к кому вы пришли Вы пришли в офис Куда вы пришли? Кому вы пришли? Мы пришли там, где был заключен договор в цессии Вы с кем его заключали? Ну вы видите, с кем заключали? Ну вы мне скажите, с кем? Вы же говорите, вы все можете читать Там написано со вторниковым Я вторников? Вы представитель, наверное, его являетесь, нет? А кем вы здесь являетесь? Вы говорите, юрист А вы кем являетесь? Я представитель гражданина Какого гражданина? Михаил А кто это? Кто это? Ваш клиент Ну мой лично клиент У меня никаких клиентов нет Лично моих клиентов Вы юрист компании этой являетесь? Какой компании? Еще раз, какой компании? Как называется компания, которая здесь у вас? Куда вы пришли? В вашу организацию В мою? У меня нет организации Где вы работаете? Я работник Мы будем сейчас долго игрой слов заниматься Вот, уважаемый Оставляйте Что вы хотите Вообще, лучше я бы вам порекомендовала Вот эти документы Направить почтой Не устраивать вот этот цирк Выяснить конкретно, что вы хотите Куда вы хотите Отправить почтой У вас есть договор? Сейчас Договор сессии у вас есть Там указаны адреса Вот, пожалуйста Вот эти все уведомления Слушайте, мы прави сделать Либо так, как мы сделали Либо так, как вы предлагаете Мы выбрали этот вариант Я с вами не заключала никаких договоров Вы конкретно Не заключали У вас договор заключен с физическим лицом Скажите, вы примете это уведомление? Я лично не имею полномочий принимать У меня вторников Или кто тут, я не знаю Ушаков У меня нет полномочий Доверенности у меня нет Поэтому я не могу У кого? Что у кого? Есть такие полномочия В вашей организации Я не могу знать Вы можете у нотариуса входить Спрашивать Кому давали полномочия Вот вы скажите Вы юрист Скажите, пожалуйста Вы юрист Вы Я бы с вами по существу разговаривала Есть у нас уведомление Направьте почтой Человеку Вашей организации здесь Да какой организации Да какой организации Здесь не указано никаких организаций Я не вижу Здесь я вижу Право на защиту написано Уведомление о расторжении договора сессии Ушакову Я не Ушаков Вы это понятно Что не Ушаков И понимаете Ушакова здесь нет Скажите пожалуйста Вы никакого отношения То есть здесь не является Ни директором Ни вторников Ни Ушаков не является руководителями В данной организации Правильно я понимаю? Да их невозможно Я пыталась Правильно я понимаю? Вы знаете что? Я вас во-первых предупреждаю о том Что я не давала разрешения снимать Это не общественное место Вы пришли ко мне в кабинет Вы снимаете меня на видеосъемку Видеете очень много Вы отправили Вызвать сотрудников полиции Я в праве Мы сейчас так и сделаем Можно вызвать Вызвали Да? Значит Давайте с вами Сейчас приедут сотрудники полиции Сотрудники полиции сейчас приедут Мы разберемся Почему вы имеете право приходить в мой кабинет Разговаривать со мной Непонятно какие претензии Вы нарушаете общественные порядки Вы имеете право меня снимать? Я не разрешаю меня снимать Я не разрешаю Мы отклоняем вашу просьбу Чтобы не разрешать Кто отклоняет? Вы кто? Вы что? Суд? Вы имеете полномочия отклонять просьбу? Я не хочу чтобы меня снимали В смысле? Полномочия не нужно иметь никаких У меня есть право Давайте я сейчас тоже буду вас снимать Я стану камеру и буду вас снимать Я вообще не буду Вы знаете что это незаконно? Это незаконно Это не общественное место Я юрист Да Вы уже сказали незаконно? Ухала Я нечаянно свалила Видишь как бывает Да, видишь Вообще Это просто Вот это тоже Не-не-не Вот камеру это не надо Тише-тише-тише А она сто тысяч стоит Секундочку Не надо Вот камеру не надо трогать Вы понимаете Как Вы понимаете Камеру не надо трогать Вы понимаете Бессорел я Ты посмотри Ну, Боинду отлетел куда-то. Борис Геннадьевич, Борис Геннадьевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас можно увидеть здесь в офисе? Как скоро? Минут через сорок. Я вас понял. Ну, мы вас ожидаем в офисе по какому поводу? В офисе. Здесь у нас есть гражданин, который заключил с вами договор сессии. И произошла такая неприятная ситуация. Полную стоимость его ущерба не возвращают по какой-то причине. Мы пришли сюда с уведомлением о расторжении договора сессии. Ну и, соответственно, два варианта развития события. Либо вы возвращаете полностью всю сумму здесь на месте, либо уже вы будете возвращать в страховую компанию всю сумму, а после этого мы будем возвращать в страховую компанию и получать ее там. Какой вариант у нас более перспективный, как вы думаете? Да, можно уточнить там, если я бы общаюсь. Вадим Георгиевич Серов. Вадим Георгиевич Серов. Так мы пришли, у нас же есть два варианта. Либо принести, вы его нам завизируете, либо вы непосредственно получите на почту. Мы выбрали именно тот вариант, который к вам прийти. Да и без вопросов. Кто у вас здесь уполномочен, чтобы это уведомление зарегистрировать? Уведомление здесь уполномочено. Вы уполномочен? Да. Хорошо, тогда мы вас здесь ожидаем. 40 минут говорите, да? Да, да, да. Хорошо. Договорились. До свидания. 40 минут вы находитесь в этом кабинете, никуда нет. Послушайте, мы сами разберемся, где и как нам находиться. Уж точно без ваших указаний. Ну, знаете, я как бы ваш фейс знаю очень хорошо, поэтому давайте. Лишь по-хорошему. Уходят кто-то съемки. Послушайте, по какому по-хорошему? Ну, я же как бы это самое. Во-первых, вы зашли в кабинет, вот одни женщины. Я понимаю, что вы не мужчина, я как бы это вижу. Вы можете все что угодно говорить. Мы же с вами по-хорошему. Мы на личности не переходили, мы пришли по существу. Если бы вы не делись я неадекватно, ничего бы не было. Пришли. Получаем уведомление, слава богу. Кто, кто? Я же с вами разговаривал. Кто, скажите мне? Я, Цидин. Вы с вами разговаривали хоть раз. Нет, я не с вами разговаривал. Я приезжал, вы мне сказали, что выплатили мне 67 900 рублей на ремонт. Но мы вам сказали, что всю сумму не выплатят. Правильно? А с девушкой вообще нельзя? Да вы. А с ней у тебя что-то сделано? Да. Вы предлагали, я не знаю как это, 50 тысяч рублей, то есть наличкой, закрываем вопрос, почему так. А по какому праву вы тогда вообще вели переговоры, если вы даже право не имеете принимать уведомления? А здесь право по финансам вы сразу имели. У вас как-то разграничено, очень странно. А вам не кажется? Смотри, Алексей может еще напасть. Да я в курсе. Я не ожидал, конечно, девушки каких-то действий. Я думал, все абсолютно спокойно пройдет. И, говоришь, ничего не примечало беды. Вот так вот, Алексей, вот так себя ведут вот в этой конторе. Сейчас, кстати, мы крупным планом. Иди посмотрите. Вот смотри. Юридический отдел, экспертно-юридический центр. Независимо от автомобильной экспертизы. Мы здесь, мы не вернемся. Ты знаешь, контрольный цирк будет продолжаться. Я не знаю. Мы зайдем, мы их посажем. Чистос, Сарасов. Как бы... Пойдем. Вот и после выталкивать. Не-не-не. Ну хватит вам. Вы же просили нас остаться там. Ну вы же просили нас остаться. Идите, родители. Ну пожалуйста, ведите себя прилично. Ну идите. Да ладно, никуда никто не убежит. Ладно, все. На личности не переходи. Зачем вы так себя ведете? Вот от нее вообще этого не ожидало. Мне казалось, юрист вообще должен быть сдержан. А в суде она так же прыгает на людей? Да. Да. Слушайте, мы никуда не уйдем. Так что сандрыки по этим вы вызвали. Да здесь все равно. Мы абсолютно спокойно. Почему так себя проявили? Вы так скажем, клиенты себя проявляетесь? А вы именно на клиенте. Я конкретно нет и никогда не буду. И клиентов у вас будет еще меньше. Слава Богу. Вам уже они надоели, да? Слава Богу, что вы немножко думаете. Слава Богу. Пойдем, перетрем потом. Давайте, может закрыть, мы скоро придем. Какая разница? За 7 минут ты мог поедать до дома. Моя сумочка, подождите секундочку. Там уведомления уже у нас остались, да? Да, по-моему. Можно пройти в руках? Нет, я все с собой. Нет, нельзя. До свидания. Вадим, через окно! Меня здесь удерживают. Ой, выжас какой-то. Да хватит вам. Хватит, не прекратите снимать. Ну почему? Затушить даже хотела, это вообще от нас. Потому что тогда откройте дверь, и я спокойно выйду. И я вам не буду здесь надоедать. Откроете дверь? Хотели меня задушить, прямо за лицо взялась. Не знаю, зафиксировал я это. Ну хотели взяться. Вот какая ненависть у вас ко мне, от чего? Откроете дверь, нет? Господи, какое же у вас само мнение? Это просто вообще смешно. Вот еще один герой этого сюжета. Давайте сделаем так. Вы не хотите, чтобы я здесь осуждал видео с вами? Подкройте, я там с ребятами постою. Либо вам придется наслаждаться моим присутствием. Откроете? А, это ключ как раз можно открыть, нет? Можете открыть. Спасибо большое. Видите, вот, для меня специально не откроете. Мне придется самому. Конечно, обязательно. Оп. Я на всякий случай буду снимать, вдруг нападете. Кто, я? Девушка, представляете, я даже на вот это не буду реагировать, отвечать. Потому что это вас не красит. Никак. Да? К чему привык? К чему привык? К таким людям? Я, к сожалению, для вас я не привык. Большинство людей абсолютно адекватные. К какому? А что я такого сделал, скажите? К какому именно? Я совершенно не просто... Что я? Ну, я не буду выражаться. Ничего. Класс. Класс. Да как? Вы уже выразились, что вы... Всего доброго. Вы собирались уходить. Забирайте свою камеру и продадите. Мы здесь будем ждать вас. Ожидаем. Ключ у нас есть? Вот этот? Я вам его повешу и вы заберете. Вот здесь вот странный. Вы сейчас только у тебя ключи оказались. Они сами дали. Сами дали. Вот он там висит. Только благодарю. Опс. Дерьмо. Какое дерьмо всегда. Слушай, ну это, конечно, не вменяемо. Я, конечно, всего же, да? Ну что так себя будут люди, люди, у меня даже уже все это слипается, что если девушки так будут слипать, я вообще умрус. Что снимать? Пошли. Что подзнавать собираешься? Давайте уведомление. Если работы у вас больше нет никакой, заняться больше нечем, прием здоровым мужикам. Здоровым мужикам, послушайте. Все могло бы быть именно вот так. Все, нет, давайте уведомление. С самого начала. В 10-ти скандала. Давайте уведомление. Только мне дают уведомление собственник, иметь паспорт со своим, поставлять, что он собственник. Все, отлично, вы будете принимать. Давай. Давайте. Мне давайте уведомление и свой паспорт. Паспорт свой давайте, там есть. Да. Да, добрый день. Теперь расскажите, пожалуйста, становитесь сюда ко мне ближе. Я понял. Ну да, она сейчас уже принимает. Скажите мне, пожалуйста, вы заключали договор сессии? Заключаю. Хорошо, спасибо. На каких условиях? Вот это все условия, профессор. Спасибо вам. Подписывали договор сессии вы? Да, я конечно. Подпись ваша? Лично ваша? Да, лично. Денежные средства вам были переведены? Нет. Ни копейки? Ни копейки. Ничего. В какой срок вам должны были переведены денежные средства? Сразу же 50% и по факту выплаты. Что вы считаете? А у вас договор сессии должен быть? Да мы не будем это выяснять. Вы просто возьмите удавление у нас и все. Вы уже там дальше сами разберетесь, как вам лучше поступить. Два варианта развить события, о которых вы знаете. Юрист вас проконсультирует. Это нужно было сделать сразу, без всяких проблем. И не было бы никак... Это замечательно. Зачем вы тогда задаете вопросы? Я просто не люблю, когда меня снимают без нового разрешения. Послушайте, много чего мы не любим. Ситуация произошла благодаря вам. Именно такая, как она произошла. Не было бы даже сюжета этого. Ну подождите, послушайте меня, пожалуйста. Во-первых, вы не имеете права меня снимать в принципе. Без моего согласия. Кто так сказал? Вы юрист? Вы такие вещи говорите? Вы посмотрите потом этот сюжет, и мы там сделаем вам ссылку на норму закона, которая позволяет. Ну по крайней мере мне ничем не запрещает. Чем мне запрещено это дело, скажите? Ну выложите в интернет. Выложите. Потерьте свое самолюбие. Мое самолюбие, я этим не потешу. Я не имею никакого отношения. Да, понятно. К вторникову вы имеете отношение. К вторникову мы, к сожалению, тоже. По какому праву, на каком основании вы тогда приняли сейчас это уведомление? Мы уже просили. Вы пришли в организацию. Нет, сейчас позвонил вторник на телефон и дал вам распоряжение. Так вот скажите, у вас имеется нотариально доверенность принять? Имеется. Имеется. Да. Почему вы только что сказали, что вы никому здесь отношения не имеете? Вы только что соврали. Я не соврала. Так в итоге у вас доверенность имеется, правильно? Кстати, если вы хотя бы обрадаете хоть каким-то познанием в принципе в жизни, вы должны были это уведомление направить кому? Послушайте. Ушакову Александру Васильевичу. Мы можем направить сюда вам прийти, так как вы сейчас сказали, вы представляете понотариально доверенность и Ушаковой вторник. А с чего вы взяли, что здесь находится Ушако? Подождите, вы сами сказали, что вы полномочены принять. Ушаков физическое лицо. Ушаков физическое лицо. А почему у меня в соседний кабинет пришли сюда? Потому что женщина сюда привела. Понятно. А вы почему тогда принимаете? Потому что я здесь общался насчет выплаты. Здесь мне показывают документы. Я сама не общаюсь. Все, неудобный вопрос, и мы будем отвечать. Я вам поставила? Юрист от Бога. Что еще раз? Я вам поставила платить? Угу. Вы свободны. Да? Да. Нет, свободны. Когда деньги будут, тогда вы свободны. Подождите. Вы дали нам уведомление, я его приняла. У вас два варианта развития событий. Скажите, как мы все-таки поступим? Нам лучше по этому поводу с Борисом Геннадьевичем пообщаться. Сейчас с Борисом Геннадьевичем вы решите этот вопрос. У вас сессия с кем заключена? Со мной. Сессия у вас с кем заключена? У вас. У меня здесь заключена сессия. Вы так скажем? У вас с кем? Неизвестно. Покажите мне. У вас есть копия, сессия. У вас есть второй документ. Посмотрите. Там фигурируют два человека. Смотрите. Ушаков Александр Васильевич. Пойдите. А здесь Торников Борис Геннадьевич. Видите, какая кривая она? Очень кривая, да. Ну, дальше я вас приняла уведомление. Что вы еще хотите сейчас? Я так понимаю, нам лучше с Борисом Геннадьевичем на тему пообщаться. Давайте мы вас покинем. Вы, главное, приняли от нас все? Да, слава Богу. Да, слава Богу. И ведите себя с клиентами. Ну, как-то поддерживайте, хорошо? Скажите, пожалуйста, все у нас принято сейчас уведомление. Она сказала, имеет доверенность по Ушакову и по Вторникову, чтобы принять соответствующее уведомление. Это верно? Да, все верно. Все верно. Скажите, пожалуйста, здесь просто два варианта развития событий. Ну, мы уже с вами говорили на эту тему. Либо вы возвращаете, ну, человеку сами... Юрий Геннадьевич, давайте я приеду на работу не могу, потерял и с вами служить, хорошо? Да, согласен. Но вы понимаете, да, каков порядок здесь? Ну, конечно, вы тоже понимаете. Да. Поэтому, как вы думаете, перспективы того, что человек от вас именно получит всю сумму денег, велики или что? Ну, клиенты, ориентированные компании. Мы клиенты, ориентированные компании. Мы всегда идем от вашего человека, в любом случае. Угу. Я понял вас. Когда ожидать вашего звоночка? Да, хорошо. Когда? Я подъеду, подъеду. Да сегодня, конечно. Я понял. Все, мы тогда сегодня ожидаем вашего звонка. Ну, я надеюсь на благополучное разрешение этой ситуации. Я в этом увидел. Я понял вас. Хорошо, спасибо. Всего доброго. До свидания. Пока HELP. Продолжение следует...